Привет, ребята! Меня уже немножко даже подостали с вопросом, нападет ли Путин и будет ли война. Я имею ввиду война Украины против России и ее сателлита Беларуси. Смотрите, будет ли война и нападет ли Путин. Я очень скептически отношусь к этому моменту. Нападет ли Путин, я имею ввиду, большой войной и будет ли он атаковать в полный рост, что называется. Я к этому крайне скептически отношусь. Объясню почему. Путин нападет только в том случае, если последствия для России как в военном плане, так и в экономическом плане окажутся приемлемы. То есть, что я имею ввиду, что он относительно небольшими усилиями, с относительно небольшими потерями, ну сравнимыми возможно с потерями в Чечне, сможет захватить большие территории в Украине. Плюс отделается при этом озабоченностью, переходящей в глубокую озабоченность со стороны Запада. Без каких-то, при символических, будем говорить, санкциях, вот как он получил там за Крым, он ничего не получил. Санкции те такие. А бы что называется. И в том и в другом случае это ошибка. То есть, маленьких потерь не получится, будут очень большие потери, переходящие в огромные потери. Ну я вам сейчас объясню, о чем идет речь. Смотрите. На сегодняшний день на России есть где-то порядка трех тысяч танков, ну которые там можно завести, которые шевелятся. А если взять количество наших ПТРК украинских, из которых там очень много джавелинов, вот этих новых английских Вилан, которые на самом деле шведские. Это шведские на самом деле, шведское производство фирмы СААП. Но неважно, нам их прислала Англия, поэтому говорим английские. Так вот, которые выстрелил и забыл, вот только, говорю, стингеров, джавелинов и вот этих вот, уже столько, есть столько, сколько у него танков. То есть, в принципе, они легко уничтожаются практически сразу же, да? А теперь добавьте к этому порядка, в том году у нас было порядка семи тысяч новеньких украинских Стугна-П и Корсар, которые тоже самое прилетело, танка нет. То есть, мы понимаем, что Украина с лихвой может перебить просто путинские танки. Ну вот, даже из такого расчета взять, это в пыль. Дальше. У нас очень большая проблема с морской границей. Этот вопрос сейчас решается. Вот вчера было 90 тонн помощи от США, точнее сегодня утром, последняя помощь. Вот там, насколько я понял, решается вот этот как раз вопрос нашей морской границей. И будет завезены из Латвии и Литвы стингеры. Я не знаю, может сегодня ночью, завтра, ну вот тут дело дня двух. У нас появятся стингеры, которые нивелируют в большой степени превосходство России в воздухе. Плюс к этому еще куча другого оружия, о котором не сообщается. Понятно, что сообщается только то, что знаете, на слуху, что может как-то повлиять на моральный дух. Есть масса вооружений, масса электроники, которая попадает в Украину, но о которой не сообщается. Ну, я уж молчу про Байрактары и все прочее. То есть, речь идет о том, что если Путин только попробует полезть с, скажем так, фронтальным наступлением, то его потери от такого наступления будут колоссальными. Я думаю, где-то три четверти войск вторжения останутся, сольются с украинским черноземом, скажем так. И такие потери не являются приемлемыми для Путлера. Кроме этого, смотрите, будут очень жесточайшие санкции, как минимум, со стороны США. А Европа хочет, не хочет, последует США. Объясняю, почему. Если бы было только дело в Украине, возможно, Штаты и не стали бы так возбухать. Но после полнейшего фиаско, по-другому этого не скажешь, катастрофы в Афганистане, еще устроить катастрофу в Украине, для Штатов это потеря лица, причем вдребезги потери лица. То есть, их просто, если они сейчас сольют Украину, грубо говоря, ну вот с их точки зрения, по их логике, сольют Украину, точно так же, как не слили Афганистан, с Америкой больше никто на этом шарике сочетаться не будет. Поэтому она просто не может этого допустить. Плюс добавим к этому амбиции Великобритании, плюс к этому мы добавим еще союз Польши, Великобритания, Украина. И станет понятно, что проблемы для Путина с Украиной станут запредельны. Поэтому, что я думаю? Скорее всего, проблемы с Путиным будут, военные проблемы будут, но они будут локальными и будут решаться быстро. А Путин будет и дальше продолжать шантажировать и нагнетать. Продолжение следует...